Бразилия далеко, да и стоит ли забивать голову лишними мечтами? Компас-то гораздо доступнее. Сегодня здесь бразильский карнавал. Вечеринка по мотивам самого грандиозного мирового действия. А скажи, а почему вот геи, нетрадиционные мужчины так любят карнавал? А почему они посещают, то есть для них это местополомничество все, особенно бразильские? Возможно, это связано с тем, что в частности на бразильском карнавале оголяются некоторые части тела. Преимущественно те, которые нравятся, собственно, тем людям, о которых ты сейчас говоришь. Я сейчас не про локоть говорю. Задница, что ли? Вот если вас разденут, украсят перьями, вы могли бы принять участие в этом случае в бразильском карнавале? Конечно. Ну там не все прикрыто, вы просто достаточно внимательно смотрели, наверное. Наверное. Ну, все нормально, мы справимся. Номенитые бразильские задницы. Ребята, это же некий культурный феномен. Короче, невест по жопам выбирают. Это делается в Бразилии и если в Украине, то в Херсоне. Берут, стучат по жопе. Если упругое, можно брать. Да? Конечно. Я не знал. Ну-ка, все в Херсоне. А в Херсоне, как и арбузы, все выбирается через стук. Впрочем, Олег, поехал бы ты в Херсон, ты бы стал мэром Херсона. По голове постучали, поняли. Крепенькая головушка, без ничего, ничего лишнего на ней. Все, будет парень мэром. Таким девушкам не нужно ничего говорить. Язык тела самый красноречивый. Тут все понятно. Она говорит о том, что в Бразилии, в лесах много диких обезьян. И что живется им там весело, солнечно, красоткам бразильским. А что это за странный человек? Вы не знаете, нет? Не знаю, отдыхающий, наверное. А покажи, что у тебя на чемодане написано. Значит, этот немецкий парень едет на карнавал в Бразилию. Я еду. И написано на русском. Что так? Заговорил на русском. Смысл подробно описывать это мероприятие. Грандиозное. Главное из всех мировых карнавалов в Бразилии. Но суть карнавала в том, что люди смотрят на красивых женщин. Это главное, что там происходит. Ну и их удивительные наряды, конечно. Потрясающие эти прикиды из перьев. Следующие субботы, 27 июня, мы в Компасе, во-первых, будем отмечать День молодежи. Непременно стоит сказать о том, что в рамках этого праздника у нас здесь состоится вечеринка, которая называется Инстаграм-патию. Все те, кто является поклонниками этой социальной сети, все те, кто не может вздохнуть и моргнуть, не сфотографировавшись и не выложив фотографии в Инстаграм, приходите. И вы найдете здесь для себя что-то интересное. А скажи, а коктейли по-прежнему, вот там, по чем там, по дешевке, да? У нас 5 дней в неделе. Условия такие, что здесь некоторые хотят жить. Коктейли, 10 коктейлей по 10 гривен.